С вами Рухап, Лайт оф Хевен и Кристалмый. Потому что он все-таки айсберг. Вроде в холоде должен содержаться. Особенно, если его поджигает, допустим, Бэтрайдер. Но оно не сработало. И теперь вопрос, почему? Не знаю. Блин. Я думаю, может быть, ты знаешь хоть что-нибудь. Думаю, нужна была Винтерверна, чтобы можно было морозить и своих, и чужих. О, точно. И контролить своих, и чужих. Классная штука. Вообще, да, Колден Брейс там много помогал бы. Не сказать, что Бонансифона, например, помогает. Но от множества других вещей он бы явно помогал и спасал. Team Spirit решили взять себе Чена для Габлака. Вот это сигнатурочки заехали. Сейчас еще антимага для Лидана, и все. И мы смотрим сигнатурную доту. Да, но пока мне пик Спиритов нравится больше. У них такой мужицкий набор. Большое количество суммонов, есть какие-то нюки. Да и все герои универсальные могут стоять абсолютно где угодно. А вот ОАД в финал, я вот надеюсь, Висп Бэтрайдер это заготовочка. Потому что два героя любят летать. Два героя не так сильные в замесе 5 на 5. И наверняка у них там есть какой-то план, чтобы можно было замес 5 на 5 выиграть. Последний, наверное, игр 5, когда мы комментировали, где было противостояние Пуш против Виспа и Бэтрайдера, заканчивалось тем, что Висп и Бэтрайдер проигрывали. В то время как Пуш удавался на славу. Потому что герои не те. Висп имеет слабые статы, мало армора. Понятно, что хороший прогноз ПХП, но при этом это как бы такой интавик, который просто бафает своего керри. Как мы увидели, керри драться в принципе не могут, если они не купят, например, БКБ. И опять же, запушить можно успеть, как это сделали греки в прошлой игре. Подожди, это вообще легально сейчас? То, что сами твинами пикнули себе Виспа и сами же убрали ЦК, после того, как Team Spirit убрали Тинника? Я понимаю, что Иллидан играет на ЦК в Team Spirit, но серьезно? Не, ну может быть они просто сами не играют в ЦК. Вообще никак. Это персонаж, который не так сложно вдрафтить его куда-либо. Он нормально подходит под множество вариантов. Особенно, если брать то, что у тебя в пике Висп. Ну как? И почему-то ты не банишь Вингу все еще? Я бы сказал, что на Хаос Найте нужно уметь играть, потому что этот герой чувствительный к микро. Очень чувствительный. Если на каком-то герокоптере можно залететь за место, нажать Black Cannon и просто убить тех, то на ЦК, например, тебе нужно успевать поражать стан, когда ты делаешь рифт. То есть ты сейчас нажал всех людей, которые хорошо играют на герокоптере на БАВе? Нет, я назвал всех людей, которые играют на Хаос Найте профессионалами, а вот ты назвал всех людей на герокоптере на БАВе. Окей, окей. У меня теперь вопрос, почему нет бана Винги и будет ли он вообще сейчас, потому что Team Spirit эта девочка хорошо заезжает, потому что мы знаем, что все любят играть через ауру, особенно в Юго-Восточной Азии. Но у Team Spirit сейчас два персонажа, которые хорошо тут выглядят по этому вопросу. И от Финеме убирается Ка, они не оставляют себе лишнего слота для Venture. Для Team Spirit Винга сейчас идеальный герой. Ну, может быть еще какой-то дизрапт разойдет, но Винга она просто бомба. Она усиляет Бисмастера, усиляет Чена. Убирает Бэтрайдера. Да, убирает Бэтрайдера, при этом сэйвит свою кэрри, потому что кроме Бэтрайдера может заехать кто-то еще. Что? Почему Энит Ба на Винги у меня сейчас взорвет? Подожди, а может они ее и не возьмут? Может быть просто возьмут Вич Доктора? Не, я бы взял Вингу, я думаю Team Spirit тоже возьмут на Вингу, но вообще... Опять же катить Свена это идеальная штука, то есть если ты на Бэтрайдера не поставил, ну я имею в виду не на Бэтрайдера, а против Лассу и засвапил, то ты катишь Свена и сейвишь. Просто Винга, ну не каждый человек готов играть на Винге. Серьезно? Не каждый игрок... Да, Вич Доктор. Это просто к чему иду, потому что в Азии, которую мы комментируем почти каждое утро, он заезжает в каждом пике, неважно вообще как ты играешь, просто в каждой игре его берут. Я уже думаю такая сигнатурочка местная, но до нас она тоже дошла. Потому что Винга это хорошо, но во-первых... Вингу может быть чем-то получится заменить, может быть Team Spirit просто смогут пропушить и Бэтрайдер вообще не сможет залететь, при том, что там будут какие-то еще станы. Ну и... В Пуше Вич Доктор смотрится чуть-чуть посолидней. Там касочки летают по всем, он захиливает абсолютно всю команду, при этом вешает Маледикт на свина. Вот это его плюсы. Ну тут был вопрос по предыдущей катке, что Айсбергу не пикнули ни одного саппорта, который мог бы подсейвить, и из-за этого он там жестко фидонил... Ну не фидонил, а точнее его просто уничтожали. В этот раз, правда, Айсберг точно не будет играть на Зевсе, но все еще ление против него в виде Квапы и кого-нибудь, кто вполне возможно будет к нему въезжать, да, помогать тому Адфинам. Сейчас будет второй саппорт в пике последнем, и вполне возможно, что это какой-нибудь персонаж, который будет помогать ромить и типа Тусика там или еще кого-нибудь. Так что... Время мидера. Я почти не понимаю, что Адфинам будет снова играть через унижение мидера. И они в предыдущий раз очень хорошо это сделали, и в этот раз вполне возможно так и найдут. Как не знаю, где Инвокер? Где Инвокер? Я тоже не понимаю. Сейчас будет, но это же... Ага! Ага, это 13-минутная дота, я вспомнил эту штуку от непов, они обожали просто делать вместе с Эрой. Вот это вот 13-минутная дота. Дота скорострел. Вот Луна в этом вопросе шикарна, конечно. И Инвокер шикарен. Ты Апович Инвокера. Аура Бисмастера работает на этих, на фаржей. Ну, не знаю, кто может быть круче здесь Инвокера, я вообще даже не могу найти. Вот он ромящий саппорт, этот Финнам, о котором я говорил. И Team Spirit будет веселиться сейчас при помощи Уокера. Нет, нет, нет. Чен берет любого мидера. Точнее Team Spirit берут любого мидера, ставят в мид крипа Чена, ну, допустим, какого-то сатира, И все, мид выигран. Как бы Шекер не ромил, если Чен умеет играть, то у Айсберга в миде фрифарм. А Инвокер любит фрифарм. Инвокер вообще любит всех вот этих героев, кроме бэтайдера. Всех. Он всех их унижает. Он прекрасно пушит. Он отлично закидывает под рор бисмастера. Сейв. Ну, только в виде виспа, и то виспу не так легко засейвить, когда там в тебя метеорит санстрайк и тысяча с лишним дэмэджа. Инвокер? Инвокер. А что еще? Бугна еще может зайти. Такой ЙОЛО. Вот это вообще, Брествинт. Или какой-то друид сверху. Просто тяжкий. Не, кстати, может зайти вообще все, что угодно. Это понятно. Ну, он, кстати, на миддл нормальная тема. Просто, ну, Team Spirit и не станут им заниматься, наверное. Ну да, а Iceberg, я не знаю. Он, по-моему, на нем ни разу в жизни не играл. Если я правильно понимаю. Ну. Хотел, какие-то Liquid'ы вообще бы не обломались и взяли. Liquid'ы бы не обломались, взяли бы Viper, Razer, OD и вот это все. Кстати. Любит Fato. Просто дайте Fato персонажа. Пак. Вайпер тоже был хорош, но вот решили взять Пака. Да. Пак, он такой... Он типа зонировать будет. Но, с другой стороны, его не зароумить шейкером. С другой стороны, он может остановить Бэтрайдера. За счет Dreamcoyla. Ну, и, наверное, самое главное то, что у Адфином 4 инвокера, 4 героя, которые любят давать прокаст. И Пак это все может остановить. За счет Сайленса. Он хорошо зонирует еще, кроме этого. То есть, как только Плинк он получает, он может совершенно спокойно стоять в любой точке. И, как только его команда заходит под любой тауэр, он, ну, типа Бэтрайдера, да. То есть, ты боишься Пака. Ты боишься его инициации, Dreamcoyla. И всей той боли, которая за ней последует. И, в принципе, мне кажется, Айсберг просто сказал своим тиммейтам, типа, я устал умирать. Я хочу жить, я хочу чувака с эскейпом. И инвокер это, типа, не тот персонаж. Он с эскейпом в виде инвиза, но надо качать векс для этого. А в случае с Пака можно качать просто один скилл в виде шифта и все с тобой замечательно. Плюс орб, улетаешь и все хорошо. Ну, вот Пак это намек на то, что, скорее всего, спириты просто пойдут пушить Т1 и Т2 снизу. Причем довольно таки быстро. Ну, учитывая то, что у них есть Луна и ВД. И в это время Пака можно оставить одного. Потому что Пак, он, он ничего не боится. Он супергерой. 1.39, а у Квапы 1.36. Ну, Квапа, кстати, даже несмотря на то, что у нее, казалось бы, ловкости поменьше, у нее 18, но она все равно почему-то бьет быстрее Пака. Вот это интересно. Именно. Почему так, подожди? Что? Почему так? Ну, Пака ловкости больше, он, по идее, быстрее бьет. Ну, изначальные статы какие-то, типа, порезали. Я не знаю. Точная фишечка асфальт, да? Только подожди. 1.36. А, Квапа бьет быстрее, чем Луна. Ты представляешь вообще что-то? Да, да. Ну, она там типа в этом вопросе, она же, помнишь мету, когда собирали физикл дэмэдж ей? Всегда. Ну, типа не всегда, а в большинстве. Не, это я помню, помню. Да, вопрос в том, почему у них одинаковые параметры ловкости. Да, разная скорость атаки. Да. А один герой бьет быстрее другого. Это что за дела? Изначальная вот тема для Valve. Наслаждайся. Да в твиттере, в твиттере написать, может быть, кто-то знает. Ребят, если знаете, обязательно скажите в твиттере, вот с этим интересно разобраться. Так, а тем временем, тем временем давайте представим вам команды. Тим Спирит, Габлак, Натчени, Иллидан, Кэрри, Луна, Айсберг, Медовый пак, Always WannaFly, Вичдоктор и Пагик на хардовом бестмастере. Ну, а что касается Эдфина, Maybe Next Time на F-Shaker, точнее Тхак на Queen of Pain, Сиспарта на Виспе, Мадара, Свен и, конечно же, Скайларк на харде будет исполнять Бэтрайдера. Вообще, довольно интересно, интересно будет посмотреть. Вот этот, наверное, самый такой разнообразный пик с точки зрения того, что мы видели на протяжении двух карт. На третьей карте универсальная у той и другой команды, можно и сражаться, можно и пушить. Ну, в случае с Тим Спирит, тут, конечно, намного больше направленность в одну сторону, в жестко пушищу. Кстати, мне прикалывает жопка этой Луны, я имею в виду, в смысле, кота, на котором она или что это там, на котором... Это олень, да, вот, точняк или что-то там вроде. Смотри, у него задница, я думаю, что это с чем-то. Сын Каспера. Приехал. Сразу видно, что ты с ним покомментировал. Просто нужна замена, типа. Ну, я не претендую, на самом деле. Ну да, мы с ним когда комметили... Он на скины, кстати, не обращал внимания, замечу. Я на скины оружие, он не обращал внимания. Возможно, что у него... Конечно, сидим рассматриваем ножи. Не успели, не успели. Так, ну что же, тем временем Team Spirit у нас, ну, совершая... Совершая довольно-таки грамотный мув, они идут в харду, чтобы наказать двух миличников и суппорт виспа. И греки, в свою очередь, решили задоджить эту треплу и выдвинулись все дружно в хард. В харде также нашли Фаннику, у него шесть стаков. Фанник получает фиссурку и спасает бестмастера. Боже мой, это что вообще сейчас было? Это фиссура, отрезающая Скайларка от Фаннику, у которого семь стаков нефтянки. Это что-то с чем-то сейчас было. Причем, у беста не было стиков, поэтому они не заряжались и, в общем, заряжаться было нечего. Давайте так назовем. Ну и да, Бэтрайдер отправляется на топ и выйдет Луну. Точнее, наоборот, помогает своим тиммейтам и выйдет Луну, которая собралась на топе вместе с Олгас Ван оф Лайм стоять. Причем, Вичдоктор — это сумасшедшая штука. То есть, если бы мы рассматривали Веншвел Спирит, она тоже очень хороша с Луной, с точки зрения тычки. Но Вичдоктор со своей тычкой в 58 — это просто что-то с чем-то. То есть, дальше баф сверху от пассивки Луны, и это прям сладко-сладко смотрится, и Скайларку будет невесело по вопросу тычек. Но если бы здесь был бы у Свен, Свену было бы вообще никак стоять. По милишникам, в принципе, против таких линий жить не хочется ни секунды. Скайларк нападает на Луну Свена Флай, два стака Урса замедляет. Теперь самое время отжать Урсу. Узает Firefly, чтобы отзонить ВД, и при этом, ну, пошел вслед за Урсой. Урсу нужно забрать, Урсу хочется забрать. Пошли кассочки на Скайларка и Луна не успевает сделать удар. Нормально. Так, подрались, подрались, поразменивались. Снизу, снизу бисмастер. Снизу нас ждет дабла. Это бисмастер, два кабана, гарпия, штормовая гарпия и Чен. Кстати, жесткая такая дабла. Даже не дабла. Как бы Мадару сейчас будет изничтожать с рейнджа. И решение тоже верное. Вряд ли получится у Чена успеть за виспом бегать по карте. Все-таки висп бегает на тизере. У них там будет высокая скорость бега. И это может не закончиться добром. А вот если поставить даблы, сильная дабла сверху и достойная дабла снизу, то у АФ проблемы. Потому что шейкеру некогда идти. В принципе, это то, как работает пуш-строта. Ты всегда получаешь доминацию в верлигейме. И таким образом уже развиваешь сноубол и пушишь ТВРА. Если ты не выигрываешь линии, то пуш-строта не работает. Ну да, шейкер может конечно пойти наверх. Но я думаю, он с бэтрайдером пока бэтрайдер третий особо ничего не сделает. Учитывая то, что у него нету маны. А здесь... Здесь вот бисмастер и Чен. Ну это как бы шейкер он тоже пока не фа... Ничего особенного. Его здесь прогонит... Одна гарпи его здесь прогонит. Да, она уже прогнала виспа. Ну, шейкер сейчас придет усилит, может быть, немножко. Хотя он постакает, да, постакает эншентов. Он, в общем, должен был бы постоянно напрягать Азберга. Но у Азберга не Зевс, у Азберга Пак. Замечу, кстати, что от Фина мы сами забанили Зевса. Это очень странно. То есть, они вроде как напикали себе персонажей, которые хорошо могут напрягать миддл. Но при этом сами же выбрали Зевса, у которого нет эскейпинга. И на котором в предыдущей карте Азберг чувствовал себя довольно неуютно. Это как минимум. Как максимум его просто убивали, там, изничтожали, я бы сказал. И ливать топ-линию бэтрайдеру очень удобно. То есть, когда вы свапаетесь с линией бэтрайдера на сейфе, он, соответственно, получает быстрый доступ к лесам. Таким образом, если его унижают, там, Луна, допустим, вместе с Витч Доктором, то он совершенно спокойно делает два пикселя направо, два пикселя вниз. И вот тебе Скайларк уже в лесах. И, соответственно, с этим, как только линия запущена, он подфармливает здесь. Это довольно веселая для него ситуация. И единственный минус то, что когда он ливает с линии, то Луна рано или поздно заберет эту линию. Айсберг. Браво, Айсберг. Красава. Он разобрался сейчас 1 в 2 и погибнет от Эншентов. Да. Дал ему Шейкер фиссуру, квапани рассчитал свой дэмэдж. Урона не хватило, и пак ее с руки забил. Изи. Изи для Айсберга. Именно. Влетела просто зря. Мало того, здесь рядом-то не было никого. Зачем она это делала? Все еще могла Шейкера подождать. Который помог бы ей. Ну и вот, казалось бы, Шейкер вроде бы и есть. Вот он бегает и старается что-то придумать. Но на деле оказалось, что он помог Queen of Pain умереть. И пак уже в миде стоит 5 уровень. По-прежнему идти Шейкеру некуда. И если он придет вниз, то здесь Чен и тут 2 крипа. С двумя крипами он вообще ничего не сделает, поэтому он летает наверх. Наверху вылазка. С четвером. За Иллиданом. Есть ДД. Иллидан сильно проседает. Хорошие качки поехали, но 5 стаков и Илюша приехал. Хотя нет, ты посмотри, живет. Нет, нет, там молотов сверху. Эта штука слишком жесткая и не выживает. Хотя у него была салва, но сбила. Он слишком много, да. Я считаю, что слишком много людей пришло сюда и потратило свое время. То есть перетянулось аж 4 героя. При этом мы там потратили свои спилы. А Иллидан может теперь смело идти вниз. И по-прежнему у Team Spirit отличный старт. Они лидируют. Да и причем по лойке вещи они только луну то нормально гангать могут. Да, тут Фаникс чувствует себя на сейф-линии. Более-менее нормально рядом Габлак подсейвит, если что. И по факту тот же самый Иллидан даже на луне имеет 375 мов спида. Он все равно тонкий, но мы видим, что его приходится убивать целой командой. И это довольно серьезно сказывается на экономическом составляющем сейчас. Свен, кстати, вернулся на топ. Понял, что может быть ему здесь будет легче, чем на боте. С фри-фарм полный у Фаника. И это очень хорошо для Бессмастера. Мы понимаем, что он выформит себе ранние книжки. А, ну, мы все любим читать, как вы понимаете. И Бессмастер тоже хочет. Айсберг тем временем на миде уже с шестым левелом может реализовывать идти куда-либо Дримскойл. Правда, пока что он не видит своих возможностей. О, Снофлай вышел на Спартана. Вот Спартану больно. Посмотрите на эти тычки от Вичдоктора. Это супер грязь. Мало того, сверху прилетает бим от Луны. Это Ласхит для Иллидана. Хотя лучше бы отдаться Вичдоктору по-хорошему сейчас Шару. Но Шар не рассчитал. Не знал, что он все равно уже не засейвится. Что там имеется рядом Луна. И решил, что этот вариант будет для него более адекватным. Ну, пока полный вообще разнос со стороны Спирит. Шейкеру нужно идти наверх. Он пока вот то, что он бегает в миде. Я не знаю, как я пользуюсь от него в миде. Вот бегает он с клопой. Он помог ей один раз умереть. Окей. Приходит в Хард Бессмастер. Точнее, Бэтрайдер. Бэтрайдер. Ну, Шейкером тоже особо ничего не делает. Максимум, что он творит, это стакает крипов. Сверху Свен, Висп и Фиссура. Луну можно закрыть. Даешь стан. Стан. Потом заходит Висп и закидывает свои шарики. И все. Это смерть. Ну, ВД может погибнуть. ВВД что-то хп. Вместо этого он продолжает стоять на миде. И вот пока он стоит на миде, ничего не делает. Ну, хотя может быть сейчас будет импакт. В это время Чен выфармливает Лиса. И Чен уже пятый. Ну, просто вот Шейкер стоит АФК. Вот он АФК стоит. АФК с меня он стоит. Ничего не делал. Он стоит, бегает, бегает. И сейчас так сделает. Окей. А Чен в это время сейчас возьмет шестой. Потом еще одного крипа. Hand of God. И... Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. В результате Квапа забирает инвиз и идет наверх. Шейкер сейчас может получать экспул на миде. И вот Квапа... Ей нужен, кстати, шестой. И она готова валить здесь абсолютно всех. Так, ИС. Неужели она будет даже до шестого въезжать сейчас. Она может вот здесь получить левел, но она не хочет этого делать. Она хочет сыграть. ИС, Шейкер на миде. ИС стоит. Сейчас эту инфу дают пак. Ну нет, нет, неважно. Элитанс все равно погибнет. 100%. Папа, браво. Инфпейн просто браво. Она сделала все как надо. Вот тоже самое может делать и Шейкер. То есть приходит сюда Луна, приходит ВД, тоже даешь стан. Вот это тип... Ну это не крик, но все равно какой-то дизейбл. И дальше осталось нести немножечко дэмэджа. И есть шанс. Согласен, Луна единственный вообще персонаж, которого можно здесь гангать. И они наконец-таки реализуют, точнее продолжают ее реализовывать эту возможность. Но при этом оставляют айсбергу фарм. То есть он получит себе быстрый блиндаггер, а быструю книжку получит себе фаник. Это очень-очень грязно. Да. И при этом я еще добавлю, что вот пока, грубо говоря, ничего не происходит. Чет у нас 2-2. Посмотри, Чен, который фармил в лесу, у него уже перевес у Team Spirit 3000 голды. Даже несмотря на то, что они сделали килл Луны. То есть он погалдит 300, а ХП 3000. И вот даже несмотря на то, что они убивают Ледана, все равно команда идет вверх. Команда фармит. Соглашусь с тобой. И все это довольно печально придет к тому, что мекка появится у Team Spirit ранее. К тому, что Луна вместе с своими тиммейтами будет очень-очень жестко пушить. И Тавара, когда будет валиться, постепенно Айфы потеряют контроль над картой. И дальше нужно будет геройство устраивать. Пока что вот Мадара пытается вытащить максимум по фарму. Влетает в мидл, кстати. У него есть Доминатор. Он пойдет выфармить стаки, которые ему делал Maybe Next Time. Ну вот то, чем был полезен Шейкер. Мало того, он сейчас от этих стаков, возможно, левел все получит и захочет. Да. С Висплом хорошо. Атак спид есть. Свента все пробивает. Также получает экспу. Висплу нужно ставить очень аккуратно. 50 хп. И Спириты все прекрасно понимают. Свен получает ульту. Подходит сюда пак. Забрали Свена. Также забрали его крипа. Также заберут всех крипов, которые здесь. Ну или хотя бы их часть. И врывается Бетрайдер. Скайларк. У него есть Ассо. И надо до блинка. У него осталось 5 голды. Он не хочет умирать здесь. Как? Дал ульту. Ушел. Неплохо отхилил Габлак своих тиммейтов сейчас. И есть Скайларк. Скайларк инициирует. Лассо, кстати, маны нету. У него есть только Firefly. Мало того, здесь много замедла. Айсберг может слететь. Стримской ладхак погибнет. 100% нужно ему просто еще одну тычку дать. Вопрос в том, выжили ли Айсберг. У него 17 стиков. Он может здесь жить. Плюс у него есть арба. Ушел. Шифта. Все хорошо. Все прожал. Ушел на флай. Потыкал пару раз Скайларка. Тот уйдет. Уйди противный, что называется. И Блинк купил себе Бэтрайдер. И у него плюс смок сейчас будет. Это будет первая инициация от Бэтрайдера буквально через несколько секунд. 875 голды получили. Тимспирит плюс вот эти вот крипы. Хотя их не зафармили все-таки. Ну, не важно то, что... Главное то, что вы забрали героев. То, что АФ потеряли очень много времени. Вот они сейчас придут и их заберут. Но напомню, что все это время Луна стояла и фрифармила сверху. Довольно-таки легко было прочитать подобный ум. Потому что Шейкер, ну, чем-то Шейкер занимался. Правильно? Вот пока он стоял в ФК в миде 5 минут. Он, естественно, стакал. Стоит у Тимспирит Вард. Они видели то, что Слен ушел. Куда он ушел? Понятно на стаке. Понятно, что он пойдет фармить стаки. Он не оставляет просто так Луну на фрифарме. И пришли быстренько в смоках. Все это убили. В итоге, по графикам. Слен, который зафармил стаки... Так, сейчас. Слен, который зафармил стаки, конечно, поднялся хорошо. Но, с другой стороны, эти спириты по-прежнему ведут 4000. И... Нужно теперь идти реализовывать Лассо Бетайда. А у Фаннику уже первая книжка. И скоро и вторая придет. Потому что, опять же, он продолжает оставлять фрифарм. И эти ancient баттлы, уже вторая карта, подряд у нас, наверное, что-то так творится постоянно. В Канале Элидан получает Лассо. Вот он, первый ганг от Бетрайдера. Первая реализация Блинкдаггера. И это минус Луна. Снова. Причем это третья смерть для нее, я так понимаю. Бетрайдер летит. Получает с себя Рор. Большое количество крипов. Некробук, кабаны. Я не знаю, на что рассчитывал Скайларк. Он сейчас прилетел и погиб. Я думаю, что... Знаешь, на что рассчитывал? На... На что? Релокейт. Нет, Релокейт был... Забрали еще Шейкера. Подходит Квенов Пейн. У Квенов Пейн есть ульт, но не заберут она Бессмастера. Бессмастера отхиливают с урны. Начинают ее пинать. Так у нас имеет... Куда она Блинке? На пристрелку уйти. Эти тычки. Эти тычки. Ну, это я не знаю, на что... Ай-яй-яй. Тхак. Отхиливается при помощи Батла. У него еще один стик имеется. Он кричит перед смертью. И Рошан не успеет ее забрать. Короче, Бэтрайдер, которую пошла спасать и Квенов Пейн и Шейкер, всю свою команду похоронила. Ну, забрал его Фанник. Понятно было, что вот, не знаю, в толпе крипов с некрами, с кабанами тебя просто заберут с руки. Ну, а остальные зачем летели тоже... Ну, тоже вопросы. Тоже вопросы. Легчайшая для спиритов. 6 тысяч голды. 6 тысяч голды за спиритами. У Фанника уже вторая книжка. Элидан уже перетянулся вниз, в принципе. Он свою задачу сверху сделал. Ну, спейс для союзников. Теперь можно идти. И сюда подходит Чен. У Чен, кстати, Аркантапки очень скоро будет Мека. У нас, кстати, получилось реально хардлейновое. То есть у нее 3 800, 3 смерти и у Фанника на 2000 больше, чем у нее. Даже на 2500. Но, с другой стороны, на него тратили очень много времени. Он, может быть, пораньше мог оттуда уйти и вообще отправить туда Биста, а сам пойти фармить на легкую. Но, с другой стороны, может быть, сейчас Некра Бисмастера сыграют. Ну, вообще, они должны так и сделать. То есть у него скоро будет третий левел, а против трех левельных будет очень-очень больно сражаться. Нашли Шейкера. Шейкер у нас погиб. Да, опять сюда летит Бэтрайдер. Луна жмет ультимейт, убивает еще и Виспа. Боже, такая грязь. Я полетел, ребята. Я полетел. Свен, кстати, поражал ультимейта и Варкрай. Айсберг контр-инистрировал Скайларка, который думал, что он уже в безопасности под собственным тавером, но это неправда, если вы играете против Пакл, которого есть Блинк. И это тотальная реализация вообще всего, что сейчас Team Spirit получили на этих реформлениях и зоопарк. Чена вместе с Луно. Посмотри количество аур вообще. Помнишь, что мы говорили в начале игры? Висп Бэтрайдер не любит 5 на 5. Висп Бэтрайдер любит бегать, летать, убивать по одному. Сейчас мы видим замес 5 на 5. Висп Бэтрайдер, они ничего не делают. Висп умирает моментально. Слушай, помнишь, я говорил 13 минут на скоростная дота? Да, да, да. В 13 минут они зашли на ХГ, но правда их сейчас отогонят обратно, но попытка пошла. Да, Рошанчик нужен. Теперь самое главное не разделяться. То есть они добились своего успеха. Они уже разделились. Уже. Нашли. Имеет. Ульту через секунду. Освена Флай отправится домой. Габлак. Стан неплохой от Пентавра. Но его все равно доберут здесь, доберут. Теперь в стратеге Team Spirit самое главное не разделяться. Просто идите вот этой толпой. Все вот эти ауры. Блинк Пака. И все. Вы забираете два тавра на миде, два тавра сверху. Это ГГП. Из-за того, что сейчас Габлак погиб, а бисмастер улетел наверх. Они отдали АФ инициативу. АФ на Рошана дошли. Но по идее... Хватит ли им демаджа? Ну-ка. Ну хватает, хватает. Да, Свенчик нормально. Нормально нарезает. Подходит ты, да? У Азона Флайс ставит ульту. Найбет Райдера после касок Скайларк уйдет при помощи. Кстати, просто уйдет. Айсберг. Файерфлая. До свидания. Несчастный шар. Тримскойл. Сверху Мадара ультует. А рут на Иллидана. Иллидан погибнет после двух ударов Свена. Он просто разрезал его на маленькие кусочки. Но Айсберг вместе с Ванником Мадару законтролили. До свидания, Мадара. Это минус четыре для АФ. И это еще и, скорее всего, минус Клопа. Хотя у Азберга нету маны. Так что с Клопой все будет окей. Она уйдет. Но Рошан достанется Тим Спирит. Очень наивная от греков заход вообще. Не, ну кстати, могли. Могли успеть. Просто Тим Спирит очень быстро среагировали. Вот и все. Моментально перетянулись. Заходите вот сюда. Там Виспу, Шейкеру, Клопе это самоубийство. Прыгает пак на всех Саленс, на всех Дримкоил. И их можно похоронить смело. Опять же, супер неудачное действие от Скайларка в позиционке. Да, он просто... У него закончился Firefly, он оказался на хайграунде, там, на клиффе. И из этой позиции он уже нормально инициировать не мог. Ему пришлось въезжать уже в... Не помню даже кого. Они там все зафокусили... А, или Дана они фокусили всей командой. Как бы он сейчас не въехал, Тим Спирит их убьет редкликом. Они в размене тычек сильнее так раза в три за счет своих ауров. Там нужно как-то АЭФом вот... Хотя бы дать Шейкеру шестой и попробовать ему вот во всю эту толпу крипов зайти. Он единственный геймчейнджер здесь по факту. Да. Ну то есть еще плюс хороший релокейт от Свена, да? Ну то есть от Свена или Спа. Если там хорошо заедет ульта и вот это все, то это работает. Но геймчейнджер, по факту, главное это Шейкер. Но у него блинка не будет еще очень долго. И непонятно совершенно как его доставлять до точки назначения в виде слэма. Да, Свен без ульта. Свен без ульта. Забирают у нас... Разменивают Т1 на Т2. Я думаю Тим Спириты довольны. И можно даже попробовать на Т3 зайти. Или пойти по верху. Я бы на их месте по верху зашел, забрал еще две вышки. Они могут сейчас немножко подпушить, чтобы заставить АФов за тпшиться на мидл. И потом уже Праймал Урор мэйби дакстайма минус Шейкер. До свидания. Нейзич их его уничтожили за счет одного ульта Бестмастера. Кэнд оф Гад, правда, все еще в откате, но меха есть. Так что если что под сейв, под хил имеется. Заход на хайграунд. Здесь имеется Мадара. У Мадара есть Сенжин Яша плюс Доминатор. Можно попытаться что-то сделать. Она дает станчики на Некрономиконы. Влетает Айсберг, дает рассказ Скайларка. Это причем Пак с Дагоном и Аегисом. С блинком. Луна. Продолжает уничтожать здесь Ставр. Но это очень-очень сложная ситуация сейчас для Эдфинэм. Нужно грекам очень жестко попотеть. Айсберг. Блин, дайгер хороший. Дримскоу на 2х. И Спартан сразу же делает тп-аут. Ультует у нас Луна. Очень мало дэмажей, правда, от нее влетает. Но это не важно по факту. Вайбэк сразу же от Квапы и Бэтрайдера. Они поняли то, что нужно идти в Абанк. Потому что сторона уже летит далеко. По преисподнюю. Хорошая ульта от Хага. Разрушает лицо сейчас Айсбергу. Айсберг ушел с Арбэ. Фаник, тем временем, фокусит Хага. Есть на развороте. Можно с чем-то подраться. Нет, не с чем. Просто бегут. Габлака забреют. И надо бежать. Надо срочно убегать. Фаник пытается что-то здесь противопоставить противнику. Иллидан. Бим на Квапу. Мэйби next time пытается добежать до Иллидана. Есть Фиссура. Можно остановить Луну. Но дальше продолжения дэмэджа никакого нет. Вот она Фиссура. Есть ульта от Фаника на Атхага. И Квапа уничтожена. Ну что ж, защитили один милишный барак, который отрегенится. Надо ли это... Стоило ли это двух байбеков? Вот вопрос. Стоило. Они сейчас могли игру проиграть. Дождались пока у Фаника пропадут некронмиконы. После этого... Ну, еще отдали свою жизнь. И на развороте зашли. Но сути это не меняет. Тим Спирит нет смысла останавливаться и нужно дальше идти. У них по-прежнему пак с Айгисом, кстати, уже... Третьим сейчас практически будет левел. То есть у него сейчас... Сколько? Немножечко осталось голды до третьего левела. Ну, у него... Нет, у него уже третий левел. Он сейчас четвертый сейчас возьмет. А, да. Четвертый сейчас будет, точнее. Четвертый сейчас возьмет. Ииии... Спириты могут смело заходить. А... А... АФ нужно сделать. Вот они сейчас уже стараются что-то сделать. И нужно что-то сделать до того, как спириты зайдут. Удивить. Удивить. Вот. Пошли. Класс от бетрейдера. Ну, кого они здесь найдут? Габлакаусу, но флайер... Айсберга не хочется находить. А вот без мастера можно... Да. Его видели на линии. Если Фаник пойдет. Ло-ло-лоу. Фаник не идет. Не повезло. Вон, сверху. Нашли. Нашли. Блинк. Классо. Фаник. До свидания. Фаник. На маленькие кусочки ее разорвали. Хорошо. Ну, скажу Фанику, что ему нет смысла вообще вот бежать что-то там вниз. Просто отправить кабанов. Кабаны идут, а в это время сам динамит со своей командой и пуш по миду, и он выкупается. Правильно делает, да. Байбэк. Нет смысла затягивать. Просто идешь и бешь, пока у Сына нет БКБ. У Сына нет БКБ, все. Он погибает в ульте Луны. Он погибает там в прокасте Пака. Летают каски. Он там стоит. И вот сейчас решающая драка. Но они сейчас понимают еще не только что БКБ нету у Сына. У него нет ульты. У Бтрайдера нет ульты. Это минус 2 ульты. Вот, Фаник. И это серьезная тема. То есть здесь откат 44 секунды плюс 52. А он все равно не бьет. Даже если бы он бил бы, то все равно не было бы дэмэджа. Сейчас уже. Ульты нету. Скайларк до свидания. Он с легкостью ловит здесь айсберг. Ну и до свидания еще и ботом сторона. В общем, Тим Спирит скорострельную доту показывает довольно достойно. Посмотрим, что она закончится. Или да, он ультует. Квопа подъехала очень быстро. Прямиком в преисподнюю. Мадара вместе с Квартоном. Пытается что-то здесь сделать, но им нечего здесь делать. Им надо идти на фонтан и смотреть на это. И писать две заветные буквы. Гуд гейм. Да. Найс трай, найс трай. Гуд бай, гуд бай. Ну что, можно подвести итог. Пак в миде убил Даблу. Это Queen of Pain и Роу Мищева Шейкера. Все это время Чен фармил в лесу, увеличивая свой отрыв. А потом Чен собрал трех крипов. Также у него был ультимейт и они пошли по низу. Снизу они всех завалили. Вот. Ну и хороший момент вот для Фанника. Когда он тут стоял один, прилетел Бэтрайдер. Потом еще прилетело два героя и всех развалили. Ну и грубо говоря вот после этого пошел нереальный сноугол. А их просто нечем выигрывать замесы. У вас Сона или Дана? Попытка убить очередной раз в Луну? Он, на самом деле, отлетал очень много раз. Но это никаким образом не помогло Эдфинам. То есть, та цель, которую они выбрали для унижения, в отличие от предыдущего матча, где им реально помогло убить Айсберга и развалить его игру с самого начала, здесь не помогло. Убивать вчетвером одного героя, который риснется там на третьем, четвертом уровне и пойдет снова вперед, это не то. Вот убивая они его на седьмом, на восьмом уровне, да, это было бы достойно. Но а так они пока бегали, они прибежали, убили Элидана, побежали обратно, Элидан риснулся, сделал ТП. И по графикам мы видели, что Team Spirit идут вверх. Причем так семимильными шагами идут вверх. И остановить их за это нельзя. Просто Team Spirit лучше отыграли. Чен выиграл последние две игры. Чен, MVP. Что ж, да, ну а Чен у Габлака тоже MVP. Есть у нас несколько игроков, которые довольно неплохо справляются с этим персонажем. Вообще Team Spirit молодцы. Сделали хорошую, быструю третью карту. Не оставили, соответственно, вопросов о том, кто должен дальше отправляться в следующий раунд BTS EU серии. Ну, а мы с вами прощаемся. RUHUB также ведет параллельные трансляции других чемпионатов. Вы можете все это дело найти у нас в паблике ВКонтакте. Сейчас идет Power Rangers против Danish Beers в рамках Epicenter и прайсы против ATN поиска команды в доте ESL One Frankfurt. И, так понимаю, там борются парни за путевочку. И также у нас еще Polarity против AF будут играть. Так что целый вечер хорошей доты, отборочных и всего остального. Ну, а с вами были Crystal May и Light of Heaven. Добро пожаловать в наши паблики ВКонтакте и Твиттеры. Подписывайтесь на наш канал.